В 1949 году у нашего народа появился большой друг. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А дело было вот в чем. 1 октября 1949 года на площади Тяньанмэнь в Пекине была провозглашена Китайская Народная Республика. Коммунист Мао Цзэдун победил в гражданской войне при активной поддержке СССР. И тем стал главным китайцем на Земле. А значит, лучшим другом главного советского человека на Земле. Прославляющая советско-китайскую дружбу гостиница Пекин открылась уже после смерти Сталина в 56-м. Но уже через год дружба СССР и КНР дала трещину. Мао приехал в Москву и выступил с утверждением. В Китае имеется такое выражение. Либо ветер с востока давлеет над ветром с запада, либо ветер с запада давлеет над ветром с востока. Я считаю, что нынешняя обстановка характеризуется тем, что ветер с востока давлеет над ветром с запада. А в СССР вот редкий случай. Как раз дул ветер с запада. К тому же в Москве активно крошили культ личности Сталина. Культ личности Мао в это время наоборот, креп по часам. Противоречия нарастали, и в итоге два коммунистических гиганта СССР и Китай разругались вдрызг. Получается, что свежепостроенная, красивая, нарядная московская гостиница была названа в честь столицы столь же новоиспеченного недруга. Только провозгласив свежесозданный социалистический Китай, Мао сразу отправился в Москву. Во-первых, засвидетельствовать веру и верность. Во-вторых, отметить сталинское 70-летие. Засвидетельствовал и отметил. Шквальная дружба с Китаем мобилизовала много разных сил. Советский поэт Михаил Вершинин по своему профилю вообще специализировался вот на таких стишках. Родина наша снова сумеет щупальцы вражьи отсечь. Берия наш, родины страж, держит карающий меч. Но тут совсем другое дело. Он мгновенно написал актуальное стихотворение «Москва-Пекин». Стихотворение увидел в газете композитор Вану Мурадели и… Удивительно, но хоть и строилась гостиница под знаком китайской дружбы, здание получалось в типично неоклассическом стиле – Италия в сталинской Москве. Наконец, к 1956 году здание было готово. Новый первый секретарь Никита Хрущев только затевал борьбу с излишествами в архитектуре, поэтому пока налицо были и излишества, и роскошества. Правда, некоторые скульптуры были сделаны то ли наскоро, то ли авангардно и выходили похожими на истуканов с острова Пасхи. Архитектор Чичулин, отметившийся на реконструкции здания Моссовета, оставил на фасаде свой фирменный знак. Гостиница открылась торжественно, но еще более торжественно. Нет, даже торжествующе открылся ресторан при ней. Это был ресторан, о чудо, китайской кухни, который Москва не видала и тем паче не едала десятки лет. Меню, от которого до нас дошла лишь первая страница, сохранило и маринованную свинину, невиданные креветки, но не оставило в памяти главного хита ресторана Пекин. Он назывался «Вырезка фри кусочками с выходом». Не просто блюдо, а целый спектакль. Вначале появлялся человек с музыкальными тарелками. Потом выходил еще один человек с мельхиоровым блюдом. И, наконец, процессия людей в китайских костюмах. И еще раз, тарелками, наконец, вырезка. 28 рублей, целых 150 граммов за одну пятую среднего месячного дохода. Потолок украшали трофейные немецкие люстры из чистого хрусталя. Вместе с ними висели большие китайские фонарики. Вот где встретились – восток и запад – в грандиозном московском ресторане на Маяковске. Ресторан немедленно попадал в большую литературу. Вот Александр Галич. И пошли мы с ней вдвоем, как по облаку. И пришли мы с ней в Пекин, рука об руку. Она выпила дюрсо, а я перцовую за советскую семью образцовую. В 1959-м Госторг из Датт даже выпустил книжку «250 рецептов китайской кухни». Из этой книги советские граждане могли почерпнуть разгадку главного насущного вопроса – как приготовить трибанга. С таким рестораном, да еще и в новой, свежепостроенной гостинице останавливались самые именитые гости. В современных и не очень скромных интерьерах номера 1001 на 10 этаже. И не узнать середины века, когда именно здесь временно квартировал Аркадий Райкин. И здесь же репетировал со своим театром миниатюр. Останавливались Пекин и другие заграничные друзья СССР. Например, французский мим «Марсель Марсо». И американский артист левых убеждений Дин Рид. Все в этом номере ново. Все евростандартно. Все четырехзвездочно. Кроме паркета, китайской вазы и люстры с лепниной и звездами. А еще решетка, полностью сохранившаяся с момента постройки. Правда, голубки мира, летящие в этом овале, наводят на мысль, что прилетели они сюда уже во время фестиваля молодежи и студентов. А до голубок, до голубок в овале мог быть чей угодно темный лик. И чьим бы он ни был, уже совсем скоро стал неактуален. Окончательно отношения с Китаем испортились в 1969-м, после пограничного конфликта на острове Даманский. Счет убитых за те страшные две недели пошел на десятки человек. И это до сих пор крупнейший военный конфликт России и Китая за всю современную историю. Гостиница Пекин встретила и перестройку, и потепление советско-китайских отношений. А потом, прямо с башни, Пекин смотрел, как Советский Союз заканчивает свое существование. К тому времени Пекин во всем мире стали называть не по-европейски «Пекин», а по-китайски «Пэйджин». Но московский язык геополитические перемены не задели. Потому что здесь твердо знают. И пусть Пэйджин далеко, Пекин всегда рядом. «Песня» «Песня» Субтитры сделал DimaTorzok